Бесплатно. Может там разъем? Тут вроде нормально все. Попробуйте. Вытащить, ставить может быть так? Может быть этот разъем вытащить, ставить? Есть такое понятие постминополузального стеопороза, связанное с тем, что происходит гормональная перестройка и вымывается в связи с наличием... Здесь с балансом эстрогенов вымывается кальций из кастей и формируется постминополузальный стеопороз. Поэтому здесь вот не просто так, в 45 лет указывается, что весь развитие увеличивается, а развитие именно остеопороза. Наступление минофаузы. Он бывает первичный и вторичный. Первичный, когда он сам по себе возник, не на фоне какого-то заболевания. Вторичный, это когда как раз есть какие-то первичные заболевания, особенно пациент по каким-то заболеваниям принимает стероиды, и, соответственно, получаем глюкокортикоидный остеопороз. Астма, тяжелое течение, гормональная терапия, получаем стероидный остеопороз. Это он уже вторичный. Вот так выглядит косточка. Видите, она уже сама как губка. И как раз при остеопорозе эта губка становится все продовольной. Поднимаете, все это выдерживает. А если остеопорозные косточки, мы к ней еще добавляем вес, если этот вес еще превышает 3 кг, мы получаем травматизацию. То есть эти мостики между собой начинают все хрупкаться. Они очень хрупкие, они ломаются, и получаем переломы. И самое страшное, что компрессионные переломы, они не гипсуются, они просто расстраиваются. Идем дальше. Кальций и фосфор это те минеральные вещества, которые как раз придают кости именно твердость и плотность. И как раз почему при исследовании и подозрении на остеопороз мы чаще всего проверяем именно кальций в крови. Но здесь есть такая особенность, что мы можем проверять кальций, он тоже бывает общий и иолизированный. И как только мы видим, что в крови кальций становится мало, это значит, что их очень-очень плохо все с костями. Потому что организм вымырит весь кальций из костей, но чтобы в крови он был нормальным. Но ориентироваться опять же на кальций и фосфор в крови нельзя. Проходите, здравствуйте, садитесь, у нас сегодня поменьше экранчик, но я буду громко говорить. Женщины, опять же, больше как с артрозом, они больше предрасположены к развитию остеопороза. Плюс сюда же считается постминуклозальный остеопороз у людей старше 50 лет, у женщин. И чаще всего получить в преклонном возрасте перелом умирают именно в течение полугода от осложнений. Из-за того, что прикованы в постели, сопутствующие инфекции, и мы теряем людей. В связи с этим как раз наша задача не приедет. Ну, и у нас это тоже делают. Но делают не на нашей базе, а на 107-й. И многие, наверное, уже проходили и знают, что это такое, это не больно, но раз в год это делать нужно. И на терапии это тоже нужно делать. То есть нам, когда нам, допустим, поставили уже диагноз остеопороз, назначили лечение, через год надо повторить и посмотреть, эффективно оно или неэффективно. Поэтому вот эта костная денситометрия, те, которые данные остаются, их надо сохранять. Чаще всего нужно оригинал оставить у себя. Общие признаки остеопороза, они не специфические. Слабость, утомляемость, боли в пояснице, здесь уже более четко и крестовом отделе. Здесь вот есть подозрение, что если эти боли не купируются приемом анальгетиков, не говоря уже о мазях и пластырях, обязательно делается рентген в пояснице в двух проекциях, чтобы выявить нет ли там компрессионного перелома, особенно у лиц пожилого возраста, с риском развития остеопороза опять же. Межпозвонковые грыжи – это те ситуации, когда нам следует дифференцировку сделать. Если это остеопороз, либо это действительно грыжа. Тут уже, на самом деле, понятно по терапии, эффективно или неэффективно. Как правильно, пациенты с остеопорозом не отвечают особенностям с компрессионным переломом. Все препараты, которые мы не используем, они только снимают боль, но полностью ее не убирают, потому что очаг – перелом. Здесь надо им мобилизировать. Он еще хотя бы консервный. Причины переломов. Опять же, вот при остеопорозе, заметьте, насколько изменяется осанка. Можно также отметить, что снижается рост. То есть человек стал меньше, чем был. То есть на 2-1,5 см уже точно отмечают, что уменьшается рост. Потому что вот эти порозные косточки и позвонки, они друг на друга наседают. И с этим как раз рост у нас и уменьшается. Это все может приводить к развитию компрессионного перелома. Видите, два позвонка подсели друг на друга. Здесь появляется очень выраженный болевой синдром, потому что между позвонками есть корешки, которые в результате компрессии сдавливаются так, что там очень тяжело потом купировать этот болевой синдром. И, как правило, некоторые больные у нас уже узнают, что у них был компрессионный перелом совершенно случайно. То есть бывают безболевые такие моменты, а потом делают рентген, смотрят, да, действительно был компрессионный перелом. Значит, у человека есть уже выраженный остеопороз, его надо лечить. Очень серьезно лечить. И долго. Так, идем дальше. Самым простым методом для диагностики переломов как раз компрессионных является обычный рентген. Ни КТ, ни МРТ, обычный рентген. Уже на обычном рентгене видно вполне, что компрессионный перелом есть. Но, конечно, рентген надо делать и в прямой, и в боковой проекции. Потому что бывает, что в прямой проекции этот перелом не видно, а в боковой он четко виден. Там как раз у вас будет два слайда, где четко показаны эти компрессионные переломы. Вот он, линия перелома один. Вот здесь тоже они подсели, вот здесь грыжа еще. То есть, ну это вот такие качественные снимочки. У нас, в принципе, на пленках не делают, но надо делать на диске. Такого же качества, поэтому, если есть подождение на компрессионный перелом, лучше с собой брать диск и показывать потом вместе с врачом искать. Есть этот компрессионный перелом или нет. Так, вот это самое тяжелое осложнение остеопороза перелом шейки бедра. Именно из-за этого угрозного осложнения мы, как бы, и называем это заболевание молчалейным битцем. Потому что, как только, кстати, вот эта кость может выдержать в норме, в принципе, до пяти тонн. И когда оно истеборозное трескается настолько сильно, все, здесь уже, конечно, меняют сразу делать эндопротизирование козоведренных суставов с заменой головки, бедренных костей. Потому что человек в таком состоянии, если нельзя ему делать операцию, он прикован к постели и инвалид. Сам себя обслуживать он не может, и получается много очень осложнений. В первую очередь, это пневмонии. Такие застойные, длительные пневмонии, которые, в результате того, что он не двигается, он плохо дышит, диафрагма не работает, мы получаем пневмонию. В связи с этим, вот, зимой люди с остеопорозом обязательно должны пользоваться опорой, тростью, чтобы не упасть. Потому что, если есть остеопороз, а вы не пользуетесь тростью, мы можем получить такое осложнение. Не страшно, это картинки. В каком месте? А вот, вот она, шейка, как раз показано. Вот, косточка идет, и здесь шейка, и здесь головка. Вот, как раз. Тут, получается, очень осложненный перелом. Это показаны все места, где она может ломаться. Ну, вот шейка, и вот он классический. Вот шейка. Вы его не почувствуете. Почувствовать острую боль невозможно наступить на ногу. Резкая боль. И в пах отдает. И идет по задней поверхности бедра уже. Ну, тут, как человек с переломом, он не может ходить. Любой перелом нарушается функцией. Соответственно, если перелом в бедренной касте, он не может ходить из-за того, что дикие боли в бедре. И тут единственным методом лечения эндопротезирование. Тем более, если есть остеопороз. И то, если делать эндопротез, он должен стать и потом прижиться. То есть, не всякий эндопротез может прижиться. Если это вставляется штифт в кость, если кость хрупкая, того, что штифт после этого будет стабилен, маловероятно. Поэтому этим пациентам обязательно назначают в дальнейшем лечение остеопороза параллельно. Потому что этот штифт, и вокруг него эту кость надо укрепить. Соответственно, надо назначать препаратами. По поводу лечения остеопороза. Опять же, это не простуда. Поэтому здесь нельзя 10 даже месяцев попить препарат и вылечиться. Здесь длительно надо лечить. В принципе, терапия у них от 1,5 до 3 месяцев. И зависит от того, какие мы увидим цифры по остеоподенцитометрии. Именно она основной метод исследования, который показывает, насколько и что они за пациентом получают. Они как раз предупреждают развитие остеопороза. И через этим считается, что профилактируют и переломы шеи кубеграмм. Пожилых людей с диппицитометами. Так, идем. Это вот статья зарубежная. Ссылка именно на это вам не нужна. В принципе, его потом. Снижение уровня кальция в плазме крови. Здесь такая цепочка, что происходит с организмом. То есть, начинает вырабатываться паратериодный гормон. Увеличится костная резоркция. То есть, организм пытается этот кальций в костях задержать. А при снижении кальция в крови, наоборот, он вымывает их из кальция. Поэтому, опять же, проверка кальция в крови делается только, если врач считает необходимым. Самое главное дело – денситометрию. Вот это должны запомнить, какой же наш. Остеопороз в денситометрии должно быть параллельным в два слова. А не как посмотрительный кальций в крови. Потому что он может быть нормально, а кости при этом будут в трубке абсолютно. Поэтому денситометрия – лучший метод средств. У нас есть кальция. Да, мы посылаем 100-7. То есть, у нас есть направление. Все пациенты, кого я не присылал, всем делали денситометрию и возвращались. Проблем с этим нет. Это какой? Попяточный костей? Нет, они как раз делают рентген по тазобедренному и позвоночнику, пояснице. Бесплатно? Бесплатно, естественно. Да. Потому что они молодцы. Сейчас завезли вот этот последний аппарат. У нас нет необходимости делать уже по усе. Да, там попяточные кости нет. Тазобедренный рентген самый лучший. Здесь как раз разные препараты – цитраты, карбонаты. Уже доказано, что карбонаты гораздо лучше усваиваются в организме, чем цитраты. В связи с этим, если это препарат карбонатный, он лучше усваивается. В том числе, вот, никомет идет на первом месте, кальцемины, кальций-Д3, комплевика, которые у нас выдают местами. Но, в принципе, сейчас мы хорошо кальций выдаем, поэтому, я думаю, кости не готовы. Так, опять же, мы смотрим, во-первых, по наличию препарата, который есть, и какой состав – цитраты или карбонат. Если, конечно, нет карбонатов, надо давать цитраты. Если есть карбонаты и цитраты, выбираем карбонат, потому что всасываются они гораздо лучше, чем цитраты. Это дозировочки, то есть препараты. Соответственно, если помните таблицу по возрасту, то к 50 годам и старше грамм нужен в день минимум. Соответственно, они бывают разных форм, но грамм в день должен быть обязательным. Может быть, это форты, где много витамина D, 400 в два раза больше, чем в обычном. Или это простой кальций-Д3, наконец. Тут по 200 международных, это 500, тогда 2 таблетки в день. Идем дальше. Да, можно рассасывать, вот чем он должен быть допинг. Опять же, если человек постарел, у него настал климакс, остеопороз, не обязательно будет. То есть это не является довеском старения, скажем так, старости. Он может быть и в совершенно пожилом возрасте. Вот мы иногда делаем денситометрию, а там ничего нет. Есть остеопения, это значит, человек, в принципе, угрожаем по остеопорозу, но остеопороза у него нет. И избыточной терапии кальция, олиндронатами, то есть человеку с остеопорозом нет. Поэтому не обязательно пожилой человек имеет остеопороз. Это тоже должно четко понимать. Для того, чтобы четко знать, есть он или нет, делаем денситометрию, смотрим цифры и говорим, есть он там или нет его там. Соответственно, уже по цифрам от остеопороза, по денситометрии, будем уже ориентироваться, что нужно принимать. Опять же, что препараты кальция и витамины D 100% терапии будут. Ну, в зависимости от времени года. Потому что вот сейчас осень и весна, обязательно они есть двухкомпонентные, плюс еще какие-то препараты третьи, если это тяжелый остеопороз. Летом, как правило, это витамин D. Если человек страдает уже остеопорозом, он еще дает препараты кальция. Вопросы? А не лучше ли заранее даже, чем я знаю, вот эти... Витамин D. Витамин D всегда можно заранее. На почке. На почке, как раз, если есть угрожаемая мочекаменная болезнь, нужно, если она точно, мы знаем, что она есть, летом кальция мы не даем. А кальция и витамин D3 даем. То есть, если мы чувствуем, что были переломы в анамнезе, у человека до этого... Либо он был уже спротезирован, значит, у него должен... То место, где стоит эндопротез, оно должно быть хорошо кальцинировано. А это мы можем только в случае, если организм обеспечен и кальцием, и витамином D. Опять же, почему летом... У нас просто солнца мало, поэтому мы как бы вынуждены давать летом витамин D. Если бы мы жили где-нибудь в Майами или в Африке, там не нужно, там постоянно солнце. В связи с этим очень витамин D мы получаем организм достаточно. Там даже очень кальцием. Я была в Краснодарском крае, принимала кальциемин. Содержание там, да? Ну вот, в принципе, если бы... У меня усыпалось много головы. Нет смысла, потому что, конечно, избыточный... Где надо солнце, D... Избыточный витамин не нужен D. То есть, нужно там, где он действительно нужен. Поэтому в солнечных странах... Детям не дают кальцием или витамин D. Детям летом не дают. Потому что в кожу, при рождении. А не потому что... Там солнце, они говорят, не нужно. Педиатрик. Ну, когда маленький ребенок, там совсем другие. Там как раз он получает тот кальций, который кушала мама. А дозы, которые кушала мама, больше, чем у человека, страдающего степорозом. Потому что он еще насыкнет тем кальцием, который он получил от матери. Но витамин D тоже не дают. А зачем ему давать витамин D? Он сейчас... Ну, от рахита, что вы... Это если есть, у него потом показания. Ножки начинают, у него конечности искривленные. Тогда, да, уже видят, что человек... Ну, угрожаем парахитой, ему тогда уже дают витамин D. Так, мам, получается, очень много. Кальций, да. А искривленные ноги всегда в казахе? Не всегда. Это может быть вот у киргизы, казахи. Они у них наследственные просто, генетические такие ноги. Не знаю, что у них... Они все болели рахитом, и у них остеопороз, и ничего подобного. Я спросила, витамин D? Дочка, с 80. Витамин D? Мы не искривились. А сейчас красиво. Ну, это может... Можешь и ножки Франция, что называется. Витамин D можно давать всегда. Есть, особенно в нашем... Витамин были. Да, и бывает. Ничего страшного в этом нет. Он, например, осень вступает, можно пить. Нужно. Он даже летом пьется. Вот в нашей полосе даже летом дается витамин D. Сейчас вездают. Кальция, весна, осень обязательно. У меня еще осталось. Витамин D, в принципе, значит, с пищей он получает достаточно. Кальция не нужен, если он тоже с пищей достаточно. То есть излишнее не нужно. Поэтому вот раз в год контролировать денситометрию делать надо обязательно. Потому что если мы организм будем насыщать и кальцием, и витамин D, когда ему это не надо, почему это откладывается в виде камней в почках? Потому что это излишки. И поэтому этого нам... А мочекаменной болезнью, она бывает очень страшна. Для профилактики месяц, да? Вообще до трех даже бывает. В зависимости от того, как были переломы, не было переломов. То есть гормональный фон какой, есть ли проблемы с гинекологией, нет. Так, при остопорозе обязательно носить корсет? И сколько времени? При переломах нужно обязательно носить корсет. А так вот... Профилактически. Если он есть, и он сильный, и вам нужно поднимать там в магазин, да, надо одевать корсет. У меня корсеты, там металлические пластинки. Сколько часов? Шесть, да. Шесть часов в день, причем не обязательно за раз. Можете в течение дня, ну вот, по два часа, по полтора часа. Но шесть часов в день считается оптимальным, потому что мышцы не атрофируются. Если вы носите больше шести часов, мышцы видят, что они не нужны, атрофируются, и вы без корсета потом не сможете. А корсеты – это неотъемлемая часть тяжелого остеопороза в лечении особенно компрессионных переломов, если они были. А талон у вас есть? Да, да, экстреметрию есть. Да, можно к вам подойти. Сегодня даже можно? Да, сегодня, да. Можете в 46-й сейчас спуститься. Я первая туда, не говорили, была. Ну да, и выпишем вам. Ну, либо мы в понедельник, там вот по расписанию приходите, с часа до восьми, дадим вам талон. Они сейчас там пять дней в неделю принимают в разное время и делают, в принципе, всем делают без проблем. Не буду, мы всего. Сегодня не уверен, потому что там они бывают в четверг, допустим, утро, а сейчас уже вечер, они просто не принимают. Нет, имеют талон. А, талон? Надо спускать с 46-й сейчас. С 46-й? Да, да. Да, там расписание, как и чего. Вот вы уже проходили, значит. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? А в возрасте бывают? Конечно, бывает. Оказывается, как раз это связано с гормональным фоном. Если у нас нужен гормональный фон, все, будет стероидную поросу. И реагент веществ. Да, реагент веществ. Либо человек находится на гормонах, потому что лечит бронхиальную астму. Тут возраст вообще не понятно. Только 20 лет бывает бронхиальная астма, тяжелая, гормонозависимая. Им тоже дают препараты кальция. Без этого никуда. Потому что если мы одно лечим, другое, то мы что лечим. Все страшно. Не, не все страшно. Все это, на самом деле, это излечимо. Вот остеопороз, это все. Если это вовремя поймать, начать это лечить, вполне можно вывести человека из остеопороза. Вот вы хороший доктор, это говори, это говори. А мне однажды доктор сказал, только поддерживать. Не фраза, нет, можно. Вот я говорю, вот надо же так сказать, да? Нет, поддерживать. Опять же, вот некоторые тоже у нас говорят, что человек пожилой, ему операция уже не показана. Все, он не выдержит или у него там... Старость, это не противопоказание к лечению вообще. То есть нет такого понятия ни в одном лекарстве. Реклама когда-то шла не старость, это плохой врач. Возможно, возможно. Потому что старость не противопоказания абсолютно. Поэтому все это лечится и главное вовремя это начать лечить. Женщина начинающая будет не молодой. Да. Еще вопросы? Все, всем все более-менее понятно. Еще будьте у себя. Ой, осложнение. Осложнение у остеофорозов? Нет. От чего? От витамина D нет. А опять же, если мы даем кальций на норму, мы получаем очень каменный болезн. В виде камней. Конечно, могут быть осложнения. Нет, не на почке, а на вену. А на вену вы имеете в виду кальцинос тогда? Это не тот кальцинос, не тот кальций откладывается. Там он откладывается за счет именно атеросклероза больше части. То есть этот кальцинос аорта, это не тот кальций, который откладывается в костях. Это путать не нужно. Не отменили и сказали, что это опасно. Нет, нет. Я думаю, навряд ли. А остеофороз-то есть? Близко было, 50-50%. Ну, там надо Т-критерий смотреть. Т-критерий нужно смотреть. Если такие цифры называются, значит, он был. А когда он был, кальций весь именно направляет сюда, где его не хватает. И поэтому он не должен откладываться и не может откладываться в сосудах. Тот кальцийнос аорта, это говорит о том, что там просто было повреждение, и потом организм у нас что делает, когда что-то происходит? Он изолируется. Он это сначала отволакивает, а потом кальцинирует. Это как вот с участками с туберкулезом тоже. Кальцинаты в легких, это же не значит, что это выпили кальций, и они там образовались. Ничего подобного. Это просто был очаг. Организм его изолирует от других тканей, и потом кальцинирует. То есть он как бы его цементирует, можно сказать. Поэтому тот кальцийнос аорты, о котором говорите, это не связано с терапией кальция. Есть вопрос, что от того золёта, когда она посоветовала пользоваться турником. Помните? Да, 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 она не могла найти у нас. Да, 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 да. Ну вот у нас прямо около дома есть этот турник. Я выхожу очень рано, чтобы меня никто не видел. И вот, и вот я хочу сказать, я поняла так, что я берусь из-за турник, там у нас много этих клавинах, нашла своего роста, не подтягиваясь. Правильно, просто висеть. Просто висеть. А вы сказали, ноги нужно. Нет, ноги пятками вниз стараться, тянуть пятки вниз. Не нужно подтягивать. Вы когда пятки тянете вниз, вы распрямляете все подвомки. Нет, это происходит подвомки. Так. Ну, я не поняла, значит, ноги я под себя. Зачем? Ну, чтобы висеть. А, вы имеете в виду, чтобы повиснуть просто? А, ну это тогда, да, я имел в виду, что если вы немножко подпрыгнете, и там будет расстояние, чтобы пятками вниз. Не подпрыгнуть. Так я подобралась себе, так вот вы ничего. Возьмите лучше чуть выше, чтобы вы вот могли хотя бы на носочки встать, чтобы можно было потом с носков уйти и пятками вниз. Каждый день это нужно делать или вот как? Каждый день. Если получается висеть минуту хотя бы в день, это уже отлично. Я почему-то подумала, что это три минуты, а местных анализ. Потому что я думаю, вы ноги делали вот так, не нужно вот так висеть. Пятками вниз. Вы должны быть совершенно... Пятками вниз. Да. Все должно быть ровно. Тогда вот так. Поэтому нужно немножко брать высоту, чтобы именно все тело было вытянуто. Мы для чего это делаем? Да, мы же ось восстанавливаем. А может быть лучше вообще касаться и на носочки только потянуть позвоночник? Нет, вот вы когда на носочках встаете, после этого вы схватились руками, после этого носки отнимаете от пола и тянете пятки вниз, но чтобы они не касались земли. То есть, но это должно быть совершенно ровно. Не нужно поджимать ноги. Зачем? Не нужно. Нет, мы как раз, когда пятки мы тянем вниз, мы как раз вытягиваем все тело как ось, делаем дугу ровную. В связи с этим и должно быть все вытягиваю. Но это не то, что сейчас, но может и быть сейчас. Вот почему нога когда не метил, проснешься, даже не можешь встать, думаешь, или ее нужно так тереть, или ее так нужно действовать. Я думаю, что отлежали вы, наверное, на позвоночнике это все от позвоночника идет не менее, или где? Нет, нога не метит. Икроножник? Икроног очень прямо так же. В ночное время или прямо утром? Утром. Икроног. Угу. До такой степени прямо, тебе даже поддеваться. Я и так... Судороги прямо, или просто анемия? Да, если это судорожный синдром, нужно смотреть, пьет человек диуретики или нет, то есть теряет ли он калий или нет. Если он пьет диуретики по сердечным делам, он теряет калий. Это все провоцирует судороги и анемии. Здесь нужны как раз панангин, аспаркант. Аспаркант? Ну, правда, делать тренажер при стопорозии не очень хорошо, да? Почему? Как раз в вел... Это же не нагрузки большие. То есть вот весовые как раз противопоказаны. Вот гантели, гири, особенно если больше 3 кг, противопоказаны. Тем более на такие косточки, как вот вы видели. А белый тренажер, он же направлен, там есть опора. Вы сидите и руками держитесь. То есть есть где опоры, вы тренируете просто мышцы, ничего страшного. Другое дело, что нужно делать... И кроножные, да? И кроножные тоже, и бедренные тоже, и позвоночник здесь тоже все держит, все участвует. Здесь просто постепенно все должно быть. Не надо сразу несколько километров брать. Вот мы были на прошлых донетах, кто был, значит, постепенно это нужно делать. И не за раз до изнаможения, а потихонечку-потихонку увеличивать. Вот если у меня ордит второй степени, то вообще ноги нужно в будущем, когда будет зима, тепло содержать или без разницы? Без разницы. Главное, чтобы мышечный каркас был. Ну, то есть, чтобы мышцы были в тонусе. Так, пятки, когда потели... Пятками вниз. Нас совершенно вытянутое тело должно просто висеть. Не надо поджимать ноги. Я подумала, вообще, может быть, даже так нельзя. Я не думаю, все бабки тогда повезутся от ноги. Ну, никак, перепугаются. Нет, просто надо вытягивать пятками. Надо, чтобы небольшое расстояние было. И подтягивать... Да, да, просто висите пятками вниз. Но при этом не нужно ноги, чтобы так совершенно. Потому что если там уже есть сколиоз, а вы ноги подтягиваете, мышцы... Нет, при сколиозе можно висеть, и нужно. Федиатры запрещают детям ночью. Мы не про детей. У детей там свои особенности. А взрослым надо висеть при сколиозе, потому что он же сообразный. И когда вы висите, вы как раз эти позвонки, которые вдруг... Вот они, допустим, два позвонка ровника. Продолжение следует... Продолжение следует...